МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую вас, друзья мои! 13 января 2021 года фонтан Четырех рек на площади Навона закрыли на реставрацию. Это один из самых замечательных фонтанов Рима на Барочной площади, автором которого является Бернини. Но мало кто вспоминает о том, что идея фонтана принадлежала его сопернику Франческо Борумини. Иногда вот так незаслуженно про это забывают. Даже немного обидно за Борумини. Его идея была воплощена его соперником, которому и досталась вся слава. Борумини и Бернини были великими мастерами своего времени и соперниками. Скульптуры фонтана символизируют речных богов разных частей света. Они были созданы четырьмя скульпторами. Это тоже часто умалчивается. Все они были выдающимися скульпторами. Их работы украшают многие церкви и площади Рима. Они были настолько интересными мастерами, что про них тоже можно много говорить. Может быть, как-нибудь и расскажу. Одного из этих скульпторов называли вторыми руками Бернини. За время ведения канала у меня накопился большой архив видео. Я иногда использую его в своих фильмах. Ведь кадры, снятые до марта 2020 года, стали уже историческими кадрами. Но не будем думать о грустном и вернемся к фонтану. Фонтан четырех рек был открыт для жителей Рима 12 июня 1651 года. Был организован целый праздник на площади Навона. Во время работы над фонтаном стояли деревянные леса, покрытые тканью. Люди знали, что возводят фонтан, но какой именно, даже не догадывались. В палаццо Браски, который находится на площади Навона, есть картина Филиппа Гольярди. Здесь изображен уже завершенный фонтан четырех рек, и папа Иннокентий X в сопровождении кардиналов обходит фонтан перед открытием. Инаугурация была оплачена семьей Памфили, а точнее Иннокентием X, который спонсировал возведение фонтана. Его дворец находится на площади Навона. На гербе семьи Памфили есть голубь с оливковой ветвью. Уличные артисты, которые принимали участие в инаугурации, размахивали оливковыми веточками, чтобы зазвать жителей Рима на площадь Навона. По городу проехал экипаж. В нем была роскошная одетая женщина с прикрепленными к ее спине крыльями и длинной трубой в руке. Она проехала по всем улицам и всем районам Рима, призывая жителей прийти на площадь Навона. Местные жители противоречиво приняли возведение нового фонтана, и на это были свои причины. Но, во-первых, Иннокентий X построил фонтан не на собственные деньги, а за государственный счет. В это время в Риме был сильный голод, и поэтому грандиозное строительство фонтана в городе обсуждалось между местными жителями. Расходы на фонтан были такие высокие, что пришлось ввести налог на вино и хлеб, и уменьшить вес буханки. На говорящую статую, которая находится за углом площади, приклеивали пасквинаты. Это сатирические высказывания от лица статуи. «Нам не нужны обелиски и фонтаны, мы хотим хлеба, хлеба, хлеба». По указу папы Иннокентия X авторов быстро арестовали, а переодетые гвардейцы целыми днями наблюдали за статуей пасквина и площадью Навона. И вторая причина, почему жители Рима противоречиво приняли возведение нового фонтана. Раньше на всех больших площадях были рынки. Торговцы были уверены, что рынок уберут с площади. Так и получилось, рынку пришлось переехать. Римские евреи очень переживали, ведь здесь один раз в неделю по средам им было разрешено продавать бывшую в употреблении одежду. У меня мурашки по коже пробегают, когда я вспоминаю истории, как еврейскому народу приходилось выживать в папском Риме. При предыдущем папе Урбане VIII из семейства Барберини всеми фонтанами города занимал Собернини. Семьи Барберини и Памфири были врагами между собой. И когда папой стал Иннокентий X из рода Памфили, он не захотел давать работу любимцу своего врага. Иннокентий X предпочел другого архитектора – Франческо Борромини. Был объявлен конкурс на возведение фонтана, в котором приняли участие известные архитекторы того времени. А Бернини не пригласили. И Борромини победил бы в этом конкурсе без сомнения. Первый проект Борромини папе Иннокентию X не понравился. Это был обелиск, окруженный четырьмя морскими раковинами, из которых вытекала вода. Но, может быть, если бы он доработал его, мы бы сейчас любовались другим фонтаном. И все бы это было, если бы Бернини не прибег к хитрости. Я уже рассказывала вам историю и знакомила вас с Олимпией, которая имела влияние на папу Иннокентия X, она же Пимпача и Папесса. Рассказывая про фонтан, без этой истории не обойтись. И поэтому я кратко расскажу для тех, кто не знает. Невестка Иннокентия X, Олимпия, оказывала сильное влияние на решение, принимаемое Папой. Так вот, Бернини, не принимавший участие в конкурсе, все же нарисовал проект, изготовил модели серебра и подарил Олимпии. До этого Иннокентий X отверг все представленные ему проекты, в том числе и проект Борумини с обелиском и четырьмя раковинами. И властная Донна Олимпия убедила папу выбрать проект Бернини. Существует и другая версия, по которой Бернини изготовил свою модель и с помощью кардинала Николы Людовицы тайно доставил ее в палацу Памфили. Увидев модель, Иннокентий X одобрил проект. Так, скажем, это сломало лед между художником и меценатом, а потом Папа стал называть Бернини Бернино. Макеты фонтана Бернини сохранились и находятся в галерее Бургези. Разгневанный Борумини чуть не сошел с ума, узнав о победе соперника. Борумини была отведена второстепенная роль. Папа поручил заняться новой веткой акведука, которая будет поставлять воду к этому фонтану от главного акведука Аквавирго. Скульптор и архитектор Бернини был несомненно гениальным человеком. Он прожил долгую жизнь и работал при шести папах. Его карьера была полна успеха, но характер у него был очень тяжелый. Он не терпел возражения, был высокомерным, всегда находился в кругу поклонников. Видимо, этот характер, упорство и, несомненно, талант помогли Бернини так высоко подняться. Его часто называли преемником божественного Микеланджело, а его проекты всегда пользовались спросом, и поэтому он даже сам выбирал себе заказчиков. Учителем Бернини был его отец, который тоже был скульптором. Очень рано заметили талантливого мальчика, и даже первая работа «Коза Амалфея» до сих пор сохранилась и находится в галерее Бургези. В 31 год при правлении папы Урбана VIII Вернини стал главным архитектором мастерской базилики Святого Петра. Это место раньше занимал сам Микеланджело. Работами мастера украшен Рим, а самая большая коллекция скульптур находится в галерее Бургези. В 2017 и 2018 году там проходила уникальная выставка мастера. И благодаря моему архиву я могу поделиться с вами этой красотой. Если будете в Риме, обязательно посетите галерею Бургези. Скульптуры Бернини полны динамики, жизни, движения. В скульптурах мастера можно увидеть эмоции и переживания героев. Тончайшая работа. В бюстах можно рассмотреть кружево в одежде, морщины и даже недозастегнутые пуговицы. Сейчас в галерее Бургези запрещено снимать и фотографировать. Эти кадры можно считать уникальными. Я знаю, что мои видео смотрят люди, которые мечтают о Риме, но по каким-то причинам не могут приехать. Эти кадры для вас, дорогие мои. Бернини работал до последних дней. И когда за несколько дней до смерти он заметил слабость в правой руке, он сказал своему сыну. Это правильно. Перед смертью эта рука должна немного отдохнуть, ведь она при жизни так много работала. После смерти он оставил своим потомкам целое состояние – 400 тысяч скудов. Как и у любого молодого человека, у него были романы, о которых тоже можно рассказать. Но женился он только в 41 год, и жена родила ему 11 детей. Младший сын Доминико Бернини описал полностью биографию своего отца, которую начал писать еще при жизни Бернини. А прапраправнуки до сих пор живут в Риме. И один из них работает архитектором. Я недавно смотрела его интервью. Фонтан Бернини критиковали. Он полый в центральной части, и обелиск кажется подвешенной в пустоте. Поэтому многие думали, что фонтан рухнет и не выдержит вес обелиска. Но остроумный скульптор вместе с помощниками привязал к обелиску четыре очень тонких шнура, которые прикрепили крошечными гвоздями к стенам окружающих домов. И торжественно объявил, что приняты необходимые меры предосторожности для предотвращения обрушения. Так он посмеялся над теми, кто не доверял ему. Бернини все рассчитал правильно, обелиск до сих пор стоит на своем месте. На самом верху обелиска находится голубь с оливковой веточкой в клюве. Кто не знает про герб папы, мог бы подумать, что это голубь мира. Но это всего лишь элемент герба семьи Памфили. С древних времен обелиск ассоциируется с божественным излучением. Фонтан с обелиском стал не только центром площади, символом могущества семьи, но содержит еще и послание. Сила папы простирается на все континенты. Ведь фонтан представляет собой олицетворение четырех рек на четырех континентах, известных в то время. Карьера Бор-Румини не складывалась так хорошо, как хотелось бы. Он работал медленно. И заказчики, не дождавшись выполненного заказа, передавали его Бернини. В 1667 году Бор-Румини сжег рукописи и рисунки, а затем проткнул себя шпагой. Несмотря на то, что у Бернини был сложный характер, иногда он проходил, скажем так, по головам своих соперников, а точнее по голове Бор-Румини. Ближе к концу жизни всем приходит понимание и осознание своих ошибок. В последние 13 лет своей жизни, когда Бернини проходил мимо фонтана четырех рек, он всегда отворачивался от него, понимая, что он нанес удар своему сопернику. Бернини очень переживал смерть Бор-Румини, несмотря ни на что. Бернини был похоронен в базилике Санта-Мария-Маджоры, одной из четырех главных базилик Рима, рядом с главным алтарем. Рядом с этой базиликой находится дом, где в начале карьеры жил Бернини со своим отцом. Бор-Румини хотел быть похоронен в часовне-крошечной церкви Сан-Карло-Али-Куатро-Фонтане, которую он построил сам. Он покончил жизнь самоубийством, и церковь отказала в захоронении. Его останки покоятся в церкви Сан-Джованни де Фьорентини. Я еще не раз вернусь к работам Бернини и Бор-Румини и расскажу вам другие интересные истории. Ведь жизнь этих великих мастеров проходила параллельно. Сейчас на площади Навона тишина. Нет толп людей, как раньше. Не журчит вода в самом красивом фонтане. Но прелесть в том, что сейчас фонтан можно рассмотреть. И увидеть так, как видел его мастер, когда работал над ним. Я кружила вокруг фонтана около часа. И могу сказать, что и невооруженным глазом видно, что фонтан не в лучшем состоянии, и его надо реставрировать. Последняя реставрация фонтана четырех рек была в 2009 году. Прошло не так много времени, но фонтан стал рассыпаться. Лев, который выходит из спадины в скале, чтобы утолить жажду. Между фигурами, олицетворяющие реки Ганг и Нил, без нижней челюсти. Нет никаких следов языка, зубов, нижней губы. Лев потерял выражение, и он печально смотрит на нас. На этом наша небольшая прогулка заканчивается. Я познакомила вас сегодня с историей создания фонтана четырех рек, который находится на площади Навона. Погода в этом году в Риме очень плохая. Постоянно идут дожди. Как будто сама природа заставляет нас сидеть дома и переждать, пока закончится пандемия. К выходным подготовлю видео в рубрику «Танго на кухне», а на следующей неделе закончу рассказ о базилике Сан-Джованне и Латерано. Не скучайте! Буду признательна вашим лайком, комментариям и обязательно делитесь видео с друзьями. До новых видео, дорогие мои! Субтитры подогнал «Симон»!